Как заверяют художники данной граффити, эта работа первая в Подмосковье по всем техническим параметрам. На реализацию проекта понадобилось почти две недели. Решение выбрано таким образом, чтобы рисунок провисел длительное время. Для этого художники покрыли ее двухкомпонентным лаком. На уличных объектах такая техника применена впервые. Это будет отдельное творчество, отдельная волна. Я уверен, что она привлечет к себе большое количество молодежи, которая уйдет с этих десанкционированных рисунков на улицах, от вандализма уйдет. Будет вместе с вами творить, обучаться. Это, мне кажется, для нашего Подмосковья, особенно там, где действительно уже стоят здания, сооружения, ничего сделать с точки зрения архитектуры нельзя. Это будет такой прям классный выход, как сделать наши города красивыми, яркими. Да, как музей. Совершенно нового облика. Конечно, работы должны быть безусловно качественные. Здесь планку, вот такую завышенную планку, которую мы изначально поставили по нашему району, ее опускать нельзя. Место выбрано не случайно. Оно находится на транспортной развязке и очень хорошо просматривается со всех точек микрорайона, как со стороны детской площадки, так и со стороны леса. Ее особенность – 3D-картина. Людьми она воспринимается как нечто реалистичное, некая трехмерная обманка. Она сделана в цветах трехгорки. То есть все цвета, которые присутствуют здесь в домах, школы, да, они присутствуют здесь. То есть она не создает конфликт визуальный. Гармония хорошая. То есть мы вписывали именно объект в объекты, скажем так, цветовая гамма и прочее. Людям нравится, они смотрят, они довольны. Они узнают свои цвета, скажем так. Три девочки. Именно такое название дали местные жители этой работе. Девочки, изображенные на объекте, также являются жителями новой трехгорки. Изображены на подстанции огромный кит и любопытные зеваки. Как оказалось, это не просто выдуманные образы. По словам главного художника Дмитрия Левочкина, все изображенные на граффити настоящие люди, срисованные с фотографией. Самая интересная задача была – это сделать реюзинг этого типового объекта. То есть мы его переиспользовали именно по-новому. То есть здесь была непонятная реклама висела, которую мы снимали. Мы изменили его цвет, форму, грубо говоря. За счет трехмельной обманки. Да, и я думаю, что должна быть такая тенденция, чтобы все объекты, не просто картинку, как баннер, грубо говоря, художественный сделали, а чтобы вписывали в городскую инфраструктуру. То есть чтобы он превращался в некий объект современного искусства. Для главы Одинцовского района Андрея Иванова это не первое знакомство с художниками. Не так давно в рамках конкурса граффити, посвященного 70-летию победы в Великой Отечественной войне, под названием «Целый мир помнит их в лицо», произошло их первое знакомство. Напомним, что картина Дмитрия Левочкина, подаривший мир, в губернаторском конкурсе заняла почетное третье место. Тогда художникам впервые пришлось работать на высоте 57 метров. Граффити символизирует связь поколений. На ней изображен солдат Великой Отечественной войны, подбрасывающий воздух современного ребенка. С того времени возник особый интерес к работам молодого художника. Глава района называет его локомотивом, возлагая большие надежды на то, что благодаря дружной команде Дмитрия Левочкина наш город станет намного ярче и красивее. Кстати, при поддержке Андрея Иванова в нашем городе уже в скором времени откроется студия художественного оформления и граффити. Мила Тарасевич и Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова.